поселок пристань проживальск расположен как бы на холмах здесь озеро иссык куль впадают по-моему даже две реки обе они имеют такую изрезанную дельту и обе они имеют свои каньоны что ли или как-то так он посмотрите здесь мы движемся по верху внизу течет река а на той стороне смотрите какая какой высокий холм ну и вот как говорит навигатор мы с вами сейчас попробуем поездить вот здесь поселку пристань проживальск посмотреть на такие вот красивые увлекательные виды и и забраться на разные холмы повыше чтобы посмотреть на все на это сверху сверху смотреть всегда интересно неважно на что ты смотришь вот здесь смотрите полу заброшенный или может быть совсем заброшенный дом частично в нем даже окон нет дверей но наверху сохранилась надпись видно не знаю вам или нет да здравствует ленинизм а на той стороне вот там вот на той стороне залива порт портовый экран но тоже из-за деревьев уже не ладно попробуем на съездить попозже в общем сегодня импровизированная без подготовки как обычно у меня и бывает экскурсия по поселку пристань проживальска это видимо дом культуры если смотреть такой балкон и полностью заброшенное здание с разбитыми окнами и выбитыми дверьми может быть туда стоило бы и наверное и сходить в остальном он можно сказать поселок живет люди ходят машины ездит магазины кафе вот здесь даже этих в доме пластиковые окна у многих есть так что жизнь кипит здесь вот смотрите обратите внимание дорогу ремонтируют есть отсыпали и и поставили бордюры таким образом и таким образом дорога явно приготовлена под укладку асфальта тут всякие такие вот нервные товарищи носятся им надо они любят чтобы них машины были грязными а я не люблю поэтому я гонять не буду акционерное общество улава памятник сергей мироновичу кирову какое вот здание там даже есть домофон и что-то вроде бы явно живое но в то же время на окнах нет занавесок и выглядит как-то покинуто какая-то территория видимых территории какого-то завода наверно судя по разбитым окнам и вытащенному металлу похоже что шевеления там никакого нет но забор целый и смотрите обратите внимание интересная такая деталь эти самые колючая проволока сделана таким образом чтобы оттуда с территории никто не выбрался может быть это какой-нибудь пенитенциарное заведение что ли потому что мы обычно на заводах делают как бы снаружи чтобы никто не попал наверное или как здесь здание тоже выглядит заброшенным провалов в окнах вроде бы и нет они все заделаны но не похоже что все это живое потому что вон крыша крыша прохудившаяся ну забор стоит забор кирпичники такой колючка в основном на месте что это за предприятие я пока не знаю но может быть потом в интернете посмотрю а здесь на карте почему-то не подписано ничего оп-оп здесь начался старенький еще асфальт а там дальше за деревьями проглядывается зеленая вода озера и тут тоже какая-то пристань потому что стоят маленькие белые теплоходики старые ну да судя по воротам что-то какое-то заведение ну и начинается такая вот частная жизнь вот дом тоже явно брошенный хотя металлическое действие только на целый но видно видно через окна что в доме абсолютно пусто но тоже заброшенное здание там дальше вроде бы все шевелится вот продается жилой дом вполне здесь здесь не знаю внутри даже свет горит большая часть окон просто вот забито досками и пленкой какой-то здесь вот такая старая улица заброшенная двухэтажка полу развалившаяся уже наверное такая сразу послевоенные постройки а вторая двухэтажка жилая вон кое-где свет горит антенны стоят есть даже пластиковые окна тем временем здесь открывается замечательный вид на вот этот вот залив озера эссы куль тут есть он кое-где спуски можно спуститься к воде там он машины стоят залив предположительно называется заливом проживальского что наверное логично здесь вот большой пляжик такой песочный сейчас понятно пустующий потому что во первых сегодня холодно во вторых сегодня с утра практически не переставая капал дождик вот слава богу дождь закончился вылезло солнце и я скажем так уставший просто сидеть в машине заниматься хозяйственными делами решил хотя бы вот здесь прокатиться хоть что-нибудь поснимать вам показать вот сейчас переедем на ту сторону заберемся там наверх и сверху посмотрим со стороны на поселок пристань проживальска здесь я точно не знаю но скорее всего это садоводство от прилежащего города и поселка потому что уж больно характерный вид они имеют если посмотреть на карту то есть как бы узенькие улочки небольшие домики все по линейке нарезано похоже что это такие вот как называется сады дачи короче приусадебное хозяйство и дома такие маленькие и кто во что гараж самое главное что участки здесь какие-то ну совсем малюсенькие может быть четыре сотки что ли даже но точно здесь шести соток на этих участках похоже что нет ну а там вот смотрите какой завораживающий вид на озеро вернее на залив самого озера получается вот там вот за поворотом дорога здесь такая вполне еще приличная асфальт еще видимо с советских времен периодически скажем так латался в общем и целом все окей здесь наверное было автобусное кольцо он остановка бетонная сохранилась дальше уже просто идет дорога в прилежащую деревню или поселок как она называется михайловка и михайловский здесь вот смотрите начались участки попросторнее либо это садоводство может быть какой-нибудь более поздних годов либо есть второй вариант тоже имеющий место быть это какой-нибудь участки для начальства такие побольшие здесь они начинаются в том числе и с этой стороны здесь и дома такие побольше побогаче скажем так и участки попросторнее так а впереди у нас впереди у нас дельта второй реки я к своему стыду не знаю как она называется а здесь на карте она почему-то на упорно не обозначается никак показано что это река а название почему-то они не пишут эти товарищи тугисники река после дождей такая вся песчано-коричневого цвета но зато полноводная а мост неаккуратненький но вполне себе поедябельно все как бы окей сейчас начнется подъем вот на этот вот холм здесь посмотрите какая довольно скажем так отвесная скала тем не менее вон тропинки есть по которым видимо скотт ходит здесь дорога грунтовочка но грунтовочка вполне себе приятно и здесь вот такие вот почти отвесные наложения чего это пески наверно то есть это не скальная какая-то порода это какой-то грунт потому что вот там смотрите явно видно что его периодически размывает здесь вот есть дорога туда куда-то наверное к озеру туда идет или в дельту реки но здесь судя по карте дельта реки она такая разветвленная очень а здесь у нас везд наверх получается такая огороженная с правой стороны плитами дорога довольно такой резкий подъем петляющий деревья таких уже взрослые скажем так большие стоят на прямо прямо на краю накрывают дорогу что называется своей семьи ну и здесь мы выехали это уже наверное не пристань приживайска вот здесь он смотрите дорога асфальт а здесь где-нибудь наверное должен быть съезд куда-нибудь вот туда на край вот пожалуй и вот он чтобы подъехать туда края из самого края туда посмотреть на окружающий ландшафт я думал здесь сразу будет озеро и будет видно дельту реки и поселок пристань приживайска поселок вон там и за ним делать город каракол надо вот на тот край тих вот стал от края будет ну вот я прошел чуть чуть дальше он там какой-то домик там большая собака и как бы испытывать судьбу отсюда уже тоже кое-что видно вот река вот видно что у нее много протоков такая очень разветвленная дельта вон и там проток и там проток если такое здесь вот такое вот озерцо там иссы куль вот это вот я так все понимаю нижняя часть поселка пристань проживайска вот по той дороге вот там вот мы только что проезжали на той стороне он видны портовые краны там вот еще краны и дальше получается можно проехать вот вдоль всего вот этого хозяйства там еще один залив объехать и вот там на той стороне тоже есть смотрите верхняя часть поселка туда мне кажется тоже интересно будет залезть посмотреть на все на это с той стороны а там он смотреть огромная большая такая пристань есть то есть видимо для больших теплоходов которые не могут зайти видимо в мелководный залив надо сказать местность выглядит впечатляющим то есть это просто банально красиво вот поселок вот озеро вот такая вот разухабистая развесистая река там дальше повыше город каракол который поднимается к подножью гор и над всем над этим величественный величественный хребет горный со снежными вершинами жалко солнце спряталось все-таки солнышком контрастнее немножко все лучше видно но по крайней мере то что мы посмотрели уже вполне себе хорошо ветер такой сегодня начался сейчас только что друзья до этого ходил было окей сейчас я вам даже петровку под надел потому что до костей прям продувает не простудиться бы вот нашел место которое называется каракольский городской пляж вот до него мы сейчас и доедем ну и как можно пройти проехать мимо вот такого заброшенного шикарного дома культуры такой портик четыре колонны все такое вон большое красиво здесь вот такая вот балкон со стороны улицы для того чтобы там наверное машина останавливали здесь скорее всего внутри все вынесено и уже скорее всего ничего интересного да и темно уже пожалуй но пройти мимо все равно нельзя смотрите штука диску бар вывеск где-то видимо здесь диску барине и происходило колонны такие разрисованные всякими рисунками здесь фойе здесь дырка вниз главное не провалиться а это зрительный зал на самом деле небольшой и вот сцена тоже на самом деле небольшая ну и плюс там была проекторная оттуда кино показывали не видно наверное камера уже ничего не показывать темно слишком длиннее здесь явно проходили дискотеки такой вот обвисший уже потолок мы на второй этаж нам зайти второй этаж весь загажем птицами честно говоря даже есть туда не хочется потому что пол деревянный есть прогнивший пойдем кому обратно в общем не день ничего интересного но по крайней мере я посмотрел и вам показал чувствую страны с того фасада заднего зайти посмотреть как там все ходить с обратной стороны тут тоже здесь к лицо тоже был было два входа какой-то счет такое здание и вот какое-то вот такое вот еще здание что это было я предположить даже не решает какая-то видимо может быть летняя танцплощадка потому что там на какой-то площадка есть какие-то спортивные сооружения что-то еще в общем как-то вот так едем дальше чтобы доехать к этому самому пляжу можно ехать в объезд можно по грунтовке вот прям по грунтовой улице так сказать проехать но мы естественно так и поедем там вот есть довольно современная спортплощадка так понимаю рядом со школой тут вполне себе ухоженные дома вполне себе прилично вроде бы оформленные то есть наверное здесь люди как бы прилично живут вполне себе здесь вот дальше асфальт опять идет вот она вот эта школа она я так понимаю до сих пор еще в процессе ремонта частично отремонтирована частично вон еще фасад еще не доделан но вот я судя по всему дети уже учатся учебный год уже начался и вот там вот впереди такая прям высочанная гора я очень надеюсь что эта дорога вот это там приведет в то место где мы на эту гору поднимемся и сможем сверху еще раз посмотреть с другой стороны на все на это свежие следы укладки всех этих бордюров все забетонировано скоро будет за асфальтирована и скоро будет все супер так сказать но получилось так что эта дорога нас увела куда-то в сторону вообще от всего скорее всего она выйдет к той дороге по которой я а я наверно здесь и выезжал когда я ездил это самое туда вот там с горы спускался я наверное где-то здесь и выезжал просто я уже что-то запутался и не помню ну попробуем повернуть направо предположим это направо нас выведет куда-нибудь к обрыву и мы сможем там посмотреть на все вот это вот на что мы хотим посмотреть а посмотреть мы хотим естественно на озеро сверху и на поселок сверху хуже что если судить по карте то мы как раз до к обрыву и доедем и посмотрим вот на эту часть верхнюю часть поселка пристань приживальск народ вот откуда-то ходит куда-то но сейчас вечер все возвращаются видимо с работы с учебы и откуда-то время пол шестого наверное самое время для того чтобы так сказать проходил происходил вечерний движ он там дальше в конце улицы начинает проглядываться озеро здесь тоже все вполне смотрите дома у всего вполне ухоженные я что-то вот сколько еду здесь пока не видел на этой стороне брошенных домов яблоки висят в огромных количествах я конечно попробовал на чужой брать нельзя давить конечно можно типа сказать чтобы остановиться взять одно не убудет но как-то все равно не хорошо хорошо бы еще чтобы там в конце улицы был вылез а не чей-нибудь участок который я упрусь и как бы все ну вот я и на противоположной стороне так сказать вместе с вами совсем буквально недавно в этом видео мы были вон строго на той обратной стороне вот там предположительно там от озера где вот это вот все с этой стороны смотрите какой здесь вот здесь залив вот это место это тот самый городской пляж на который я не поехал похоже туда ехать смысл особо нет ничего там особенного нет ну как бы вон огороженная территория горка переодевалки всякие туалет вон есть парк такой парк вон папа парк и видимо можно туда выйти на самую край вот на ту косу возможно туда стоит прогуляться там от кран стоит это порт не знаю действующие 0 нет этого я не в курсе здесь вот тоже свой порт причем все это дело смотрите огорожено а там вот дальше асфа асфандияр отель слушайте круто я вам хочу сказать что круто место в котором расположен поселок пристань проживаясь вот такая вот низинка такая вот долина долина двух рек которые впадают в озеро здесь тебе озеро здесь тебе две реки все это в низинке то есть не сильно дует наверное как я думаю там зимой или когда ветра вот здесь например дует хорошо на той стороне стоял я дует хорошо а внизу я там ходил тихо спокойно тепло и комфортно хорошее место для поселения в общем крутейший крутяк если вы никогда не были в кыргызстане где-то здесь рядом обязательно приезжайте посмотреть здесь круто говорят что здесь еще и летом отдыхать на озере тоже очень круто круто в том смысле что хорошо и не слишком дорого я сам не знаю я не проверял более того я такие виды отдыха и в общем то не очень так сказать люблю вот такой сегодня пожалуй что получился импровизированный видос ничего я не собирался снимать но тем не менее вот чтобы нас не вам поддержите канал лайком подпиской колокольчиком комментария поддержите финансово если есть такая возможность если нет любое ваше действие на пользу канала точно счастья вам любви терпения приходите еще пока как то так